Орган или фортепиано, или духовые, а также струнные или вокал – дело привычное для органных залов. На сей раз собор Петра и Павла, чья акустика позволяет в полной мере насладиться звучанием одного из немногих сохранившихся в России органов 19-го столетия, порадовал гурманов сочетанием этого инструмента с художественным словом. Представив впервые в России цикл для органа и чтеца «Лабиринт мира» и «Рай сердца», одного из крупнейших музыкантов мира – чешского композитора и органиста 20-го века, исполнявшего импровизации на духовные темы Петра Эббена. Сочинение представили лауреат международных конкурсов, известный органист Евгений Авраменко и лауреат международных театральных фестивалей, актер театра на Таганке Игорь Пихович. В его исполнении текст трактата чешского гуманиста, философа и просветителя 17-го века Яна Каменского впервые звучит на русском языке. Трактат «Иносказание». Сюжет его основан на путешествии главного героя, путника, по миру как по лабиринту в сопровождении персонажей по имени Всевед и Навождение. В пути, который по сути является подготовкой к вечности, путник встречается со всеми людскими пороками, разочаровывается и, наконец, взывает к Богу. Господь является путнику в ответ на его моление, но не где-нибудь в лабиринте мира, а в нем самом. «Рай сердца», говорят авторы, «единственное место, где возможно встреча со Христом». И сказал Соломон, «Сейчас постараюсь я увидеть, какова разница между мудростью и безумием». После долгого разбирательства, наконец, объявили, что те, кто сеет тайны и явные пороки, а именно пьянство, алчность, коростолюбие, распутство и другие, будут навеки вечны изгнаны за пределы царства и с сего часа не смеют беспокадываться под угрозой смерти и казни. Слово автора XVII века нашло адекватное воплощение в музыке лишь спустя три столетия. Жанр определить трудно. Это отчасти проповедь. И точно – музыкальная иллюстрация, музыкальный комментарий к тексту. Сходство с литургией легко уловимо. Только там евангельские тексты, такие смысловые центры, акценты. А здесь музыка более значима. Она яркая фреска, усиливающая и доносящая смысл. Здесь же речь идет, в общем-то, о том, как у человека открываются глаза на мир, и он начинает видеть подоплеку. Он начинает видеть суть, изнанку этой жизни. Он видит, как люди носят маски, он видит, как люди лгут. С форматом «орган плюс слово» Евгений Авраменко впервые встречается лет 15 назад на концерте своего педагога Алексея Шмитова, когда тот, как органист, работает с поэтом Андреем Вознесенским. Молодого музыканта это цепляет сразу. Наконец, шесть лет назад он находит лабиринт мира и рай сердца. Я сразу заказал себе эти ноты. На тот момент я еще работал в Дамаске. И, собственно, там была впервые сделана эта премьера на арабском языке. То есть орган, слово, и я добавлял еще картины художников Средневековья на большом экране в здании оперы. Были показаны множество картин, в том числе и Иронима Босха, который, как нельзя, кстати, подходит к этой теме. Была написана также световая партитура. То есть полное, можно так сказать, шоу было сделано из этой программы. Сегодня мы могли наблюдать вариант органа и слова. Но поскольку достаточно сейчас длинный день и короткие ночи, а в храме достаточно светло, мы не рискнули делать картины. Возможно, сделаем это в следующий раз в концертном зале, когда будет в зале темнота. Впрочем, излишняя освещенность зала не мешает зрителю проникнуться эмоциями автора. Текст, он вещал то, что сейчас будет, а музыка это обозвучивала. Так что я здесь даже не могу сказать, что здесь важнее. Мне очень понравилось, необычно получается. Сначала идет текст, слушаешь его, осмысливаешь, а потом музыка. И необычно, и очень мне понравилось. А вам? Мне тоже очень понравилось. Я первый раз в жизни слушала вообще ардам. Я приехала в гости, да, первым. Я, вы знаете, просто я удивилась, что такой инструмент, он как бы очень много вмещается. И как колокольчик, и вроде бы такой мощный. Я даже не поверю, что эти звуки развлекают всего один человек. Кстати, педагог Евгений, органист Алексей Шмидтов ныне тоже зритель. Это состоявшийся музыкант, яркая личность творческая, масса проектов. Он сейчас живет в Калининграде, и у него там очень много, он фонтанирует творческими проектами. Поэтому это замечательно, и я очень за него рад, что это как-то и получается. И он востребован, он ездит, приглашают его. К счастью, лето в России быстротечно и сильна надежда, что духовное завещание крупнейшего музыканта 20 века и философа-гуманиста 17 века, лабиринт мира и райсердца, мы еще увидим в сопровождении и видеоряда, и светотехнического аккомпанемента, как отражение поиска каждого из нас, не только своего жизненного пути, но как знать и Бога. Ольга Винтер для телекомпании Одинцова.